Ну что ж, мы сегодня говорим в утреннем шоу про мотивацию, и одной из мотиваций может быть в том числе и это совершение добрых дел, не только перед Новым Годом, но и в принципе в течение всего этого года. У нас в гостях сегодня исполнительный директор фонда «Берег надежды» в Калининграде Елена Павловна Радзивилюк. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Вот вообще, что такое фонд? Благотворительный фонд – это такая организация, которая помогает детям. Наш именно фонд детям. Ну, за счет чего? За счет того, что обычные, простые люди собирают какие-то деньги, да? Да, и обычные, необычные. Все люди, которые живут в нашей стране, могут собирать деньги на это и понимают, кто понимает, зачем они нужны и почему это необходимо. А каким именно детям? То есть это дети с определенными болезнями или это дети, оставшиеся без попечения родителей? Наш фонд помогает в срочном лечении детей в Калининградске. Он был создан для этого уже 13 лет. 27 декабря нам исполнится 13 лет, и он работает именно в этом направлении. Я хочу сразу предупредить наших слушателей, что это не та программа, когда вот пришли просить. Мы сейчас просто хотим больше рассказать, да, как работает фонд, потому что слишком много заблуждений. И слишком много мошенничества появилось. Да, много плохих историй, которые все мы помним, плохих и хороших. Но, тем не менее, вот чем отличается работа с фондом от так называемой частной истории по сбору денег? Объясните, пожалуйста. Благотворительный фонд проводит большую работу. На самом деле, те, кто работает, ну, например, в нашей области есть три работающих фонда с детьми по лечению детей, которые имеют уже свою репутацию. И, конечно, фондом проводится большая работа по исследованию того, зачем приходят люди, что они хотят получить, какое лечение. Мы иногда подсказываем лучшие пути для этого, лучший маршрут. Это очень важно. И мы собираем деньги, которые идут именно на лечение детей. У нас нет, мы либо компенсируем по уже чекам на медицинские именно расходы, но стараемся больше платить сами медицинским организациям, либо покупаем билеты сами. И родители не получают просто деньги в руки, которые нельзя проследить, куда они потом пойдут. Пойдут ли они на ремонт. Ну, судя по всему, вы это делаете неспроста. Вот что практика показывает, когда в любом состоянии к родителям попадают деньги? Там какая-то часть все-таки прилипает, наверное. Куда прилипает? К рукам. Нет, я так понимаю, что у фонда как раз это все прозрачное, все видно. Да, да, да. У фонда это все совершенно прозрачно, абсолютно. Вот можно зайти, перевести деньги, зайти на сайт, посмотреть, там обязательно есть этот перевод. И ребенок написано, к какому ребенку эти деньги пошли. Можно адресно перевести помощь, если какая-то история отзывается. Все они на сайте показаны. Ну, здесь я так понимаю, что Володя скорее спрашивает, что у родителей большой соблазн, если они вот сами собирают, да, вот допустим. Ну, вот сейчас вот и вот эта игрушечка моему ребенку необходима, а мне вот сейчас вот надо... А мне другая игрушечка необходима тоже. Ну, потому что я же в стрессе нахожусь. Велик соблазн, вот эти вот деньги. Они действительно находятся в стрессе и не собираются никого судить. Если человек дает в руки, ну, именно родителям, есть люди, которые мы хотим только иметь дело с родителями, ну, мы не можем ничего сделать, мы можем отвечать за себя. Да. Вот. Наши сборы действительно все прозрачные и интересные. Вот, ну, потому что еще родители находятся иногда в таком действительно стрессе, что они не понимают, куда бежать, что делать. Вот. Тысячи историй им рассказывают, каких-то очень полезных, которые вот... Вот у нас очень интересный был случай с доктором Кошкиной, например, любимая ему моя история. Несколько семей приходило с просьбой отправить детей к доктору Кошкину в Москву, в Москве она принимает. Когда мы стали смотреть лицензию доктора, они есть все в доступе, она терапевт, имеет право на терапевтическую деятельность, она действительно врач. Ну, лечит она от онкологии, от шизофрении, от аутизма, она лечит все, сахарный диабет. Ну, то есть, это реклама ее сыграла, поэтому к ней родители хотели? Она делает какие-то добавки самостоятельно, ну, то есть, мешает какие-то витамины и продает людям эти витамины. Ну, и речь идет о сумасшедших каких-то деньгах, да? 50 тысяч рублей стоит прием ребенка. Родители с ребенком, у которого сахарный диабет, предположим, обращаются к ней, пьет эти добавки и не лечит его так, как надо его лечить. Дети, получается, дико запущены, у нас был такой случай. Причем шизофрению она берет, она не имеет права вести прием детей с такими заболеваниями, но, однако же, она, видимо, как-то... И несколько семей друг к другу про нее рассказывают, и они все хотели ехать. Ну, ты что можешь сказать, что действительно фонд это те самые люди, которые уже собаку съели на этом деле, они знают действительно, куда обращаться, посоветуют, куда необходимо. Ну, конечно, мы советуемся, у нас есть экспертный совет такой, он неофициальный, но это врачи, которым мы очень доверяем, это доказательная медицина. Мы не связываемся с такими вещами, которые не связаны с доказательной медициной. А конфликты бывают с родителями? Вот они на каком-то этапе вдруг, ну, то есть они к вам обратились документально, все с вами сотрудничают, но на каком-то этапе они говорят, нет, мы хотим вот к этому доктору Кошкиной поехать. И вот что в этом случае? Вы расходитесь или вы пытаетесь убедить? И насколько это эффективно? Мы пытаемся убедить до того, как мы приняли решение, мы объясняем. У нас есть родители, которые сейчас очень довольны, что они не поехали к доктору, получили какой-то совет здесь, и очень есть хорошие результаты с ребенком по лечению его. Но у нас нет, потому что мы стараемся это все сделать на этапе подачи заявлений. Мы объясняем, зачем, да, куда. Мы не можем им обещать того, что мы не будем делать. Исполнительный директор фонда «Берег надежды» в Калининграде Елена Радзевилюк сегодня в студии «Радио Балтик Плюс». А вот скажите, такая интересная ситуация. Более 10 лет вы уже работаете. 13. Годы были разные от 2014 до 2023 и так далее. Вот экономическая ситуация, она каким-то образом всегда отражается на том, сколько денег удается собрать этим детям? Конечно, отражается. К сожалению, отражается. Годы ковида очень сильно сбавили возможности помощи. Мы, в общем, всех детей до сих пор, вот до сегодняшнего дня, все, кто обращался, получил помощь обещанную. Не было такого, что мы от кого-то отказались на полпути. Это очень вызывает у меня, например, большую гордость. Но, конечно, у нас... Вот о марафоне я расскажу чуть позже, наверное. Было 23 заявки на него в прошлом году. В этом 39, потому что просто люди приходили и говорили, теперь не тянем. Раньше мы могли что-то сделать сами. А, то есть еще и как раз у благополучателей экономическая ситуация совсем упала. Да, и больше заявок бывают, да. А сборы, ну, сложнее. Не могу сказать, что невозможно, но сложнее. С обеих сторон меньше финансов стало. Это вполне логично, да. А мне еще интересно, вот эти вот такие частные истории по сбору денег, которые вызывают резонансные такие, да, истории в городе, в регионе, в стране, в целом, они тоже как-то влияют на количество сбора? Ну, наверное, немного влияют, но тут даже, не знаю, резонансные истории в нашей области, которые были... Нет, просто интересно. Я вообще не понимаю, что это... Ну, есть люди, которые, наоборот, начинают доверять больше фондам, когда заканчиваются сборы частные, потому что здесь хотя бы есть какая-то ответственность у людей, которые это делают. С родителями все сложнее. Некоторые собирают, и да, действительно, они отчитываются, родители, самостоятельно как-то. Но вообще-то это за законом запрещено. Ну, да. Собирать частным образом. И здесь и привлечь-то сложно, на самом деле, потому что, ну, люди добровольно отдают деньги. Конечно, добровольно. Как и говорят, вы же сами давали, какая вам разница, дали и дали, все, свободно гуляйте. А вообще о каких деньгах идет речь? Это 100 рублей, 50 рублей, 500 тысяч рублей. Какой суммой можно помочь? Всеми суммами можно помочь. У нас есть такой даже девиз, даже капля помощи. Да, лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Она вместе с другими маленькими каплями, она собирается и очень весомо оказывается. У нас в гостях сегодня исполнительный директор фонда «Берег надежды» в Калининграде Радзевилюк. Елена Павловна сегодня в студии Радио Балтик Плюс. Мы сегодня говорим о помощи детям, но, в частности, хотелось бы тут, что дать понять всем людям, да? Ведь мы очень часто готовы помочь, но не задумываемся, куда уйдут наши деньги. Ведь можно просто кинуть в коробочку 100 рублей, а владельцем этой коробочки останется, ну, какой-то мошенник. А вот вообще скажите, по практике, кто дискредитирует работу фондов сегодня? Это, наверное, сами калининградцы, да, которые вот так вот раздают направо и налево деньги. Ну, калининградцы совершенно ни при чем. Они раздают их от чистого сердца, видимо. У нас была, ну, такая история, когда приехали люди, приезжие, сделали тут такой массовый заход с коробочками в автобусы, и на улицах раздавали. Тогда объединились все фонды, работающие на самом деле в городе. И этих мошенников, собственно говоря, с помощью силовиков мы отправили. Очень трудно их привлечь за что-то. Они обычно знают законы, с ними работают адвокаты. Это такая прям организованная была сеть. Вот они привлекали подростков к этим. Которые вообще не в курсе в этой ситуации. Да, и мамы даже ходили, подписывали документы, они думали, что это все очень-очень здорово. Вот, они фотографировали детей, которые действительно стояли на сборах в фондах. И, верю в чудо, и в нашем фонде. Один ребенок умер на тот момент, уже они на него собирали деньги. Мама увидела на улице, с ней случился сердечный приступ. Это, конечно, была очень чудовищная такая какая-то история. У нас маленькая область, и она закрытая. Нам, к счастью, с ними бороться возможно. Возможно. И нас очень поддерживают и милиция, полиция, и люди, которые должны следить за этим порядком. Они реагируют очень хорошо на это. То есть помощь через фонд, она более прозрачная. Напомните, кому сегодня помогает сам фонд «Берег Надежды»? «Берег Надежды» помогает детям в срочном лечении, которое нуждаются. Все медицинские расходы связаны со срочным лечением. Это и оплата операций, если она по каким-то причинам не оплачивается государством. Это анализы, генетические анализы. Они делаются за свой счет. Обычно эти расходы мы помогаем оплатить. Дорога до места лечения в федеральный центр. Это наша такая особенность. Нам надо детей довезти. Это очень важно и большое. Люди получают квоту на лечение, но не имеют денег на дорогу порой. И проживание рядом с местом лечения не всегда кладут в больницу. Иногда надо просто консультироваться, ходить. Давайте подытожим. За эфиром мы все-таки говорили. Самый безопасный способ поддержать фонды – это, допустим, ежемесячная подписка. Ну, отличный метод такой, да. Вы будете знать, что ваши деньги попадают туда, куда вы хотите. Фонды можно выбрать и фонд, можно выбрать и ребенка, можно зайти на сайт фонда, который имеет свою репутацию, посмотреть на истории детей. Если какая-то откликнется, можно перевести к конкретному ребенку. В нашем фонде помощь всегда адресная. Я вот сейчас прям чувствую, как слушатели, думаю, да, где-то у себя там в глубине души, я надеюсь, но тем не менее. Помните, как в школе мы собирали на принтер, мы собирали на шторы, на все остальное, на подарок директору, на подарок еще там кому-то и так далее. Вот многие понимают, что фонду как-то нужно существовать, и какие-то деньги, допустим, на те же самые зарплаты сотрудникам фонда, они тоже собираются вот этим же образом, либо откуда-то из отдельного котла, из другого. Это очень важно. У каждого фонда свои истории, свои возможности. В нашем фонде, к счастью, зарплаты идут совершенно из другого источника. Наши учредители когда-то об этом подумали и заложили деньги, на проценты которых мы получаем зарплаты. У нас не очень многочисленная команда. Уж не знаю, к счастью или не к счастью, но справляемся. Деньги, пожертвованные людьми, идут только на уставные цели, на лечение детей. А какие задачи у фонда стоят на этот год и планы на следующий? Этот год еще не закончен, сейчас идет марафон «Ты нам нужен», мы его проводим с администрацией города Калининграда. Именно администрация когда-то придумала этот марафон. Марафон, чем он отличается от наших обычных сборов, марафон закрывает вообще необходимость реабилитации. Кому нужна реабилитация с детей, потому что собрать на это в таком текущем режиме очень сложно. А здесь люди подают заявки, у кого дети с инвалидностью. И идут мероприятия массовые, много в городе идет, на всех предприятиях города Калининграда. Это и детские сады, и школы, и какие-то концертные залы, и детско-юношеские центры. Там проходит множество всяких интересных вещей. Это ярмарки, концерты, какие-то благотворительные розыгрыши, что-то придумывают дети и люди. И все эти средства направляются в фонд марафона. Потом они распределяются между тем, кто нуждается. В этом году у нас 39 заявок, и это много. По сравнению с прошлым годом было 23 в прошлом году заявки, сейчас 39. Но вот у нас еще не закончено, у нас еще идет во всю сбор. Но здесь и бизнес тоже помогает какой-то. И у нас еще будут мероприятия. То ли 27-го, то ли 28-го. Сегодня днем будет известно. Можно будет посмотреть на нашем сайте. Будет интересное мероприятие в Кловере. Вечером будет концерт молодежных групп. Там будет такое интересное событие. И там можно будет тоже пожертвовать денег. А скажите, пожалуйста, вот если не деньгами пожертвовать, да, вот если кто-то готов своими услугами в фонд обратиться, да, то есть чем вам можно помочь? Волонтерство, понятно. Может быть, что-то развозить в том числе и какие-то водители вам необходимы, какие-то мастера, чтобы сделать какие-то подарки. И водители, и фотографы у нас волонтерят, какие-то мероприятия снимают. И водители, и транспорт иногда очень нужен будет. И просто помощь на каких-то мероприятиях, там, на тот же благотворительный розыгрыш. Да, да. То есть нужно, нужно бывает. Но хорошо, когда люди оставляют возможности, что они могут сделать свои телефоны. И когда приходит надобность, мы звоним и просим их помочь. Вот скажите, вы буквально минуту назад говорили о том, что всегда стоит разная задача перед фондом. Когда-то 25 условно заявил, когда-то 39, да. О каких вообще суммах в этом году, в частности, идет речь? Какая была задача собрать какую сумму общую? На марафоне была задача собрать, желательно, 3 миллиона 900 тысяч рублей. Не знаю, получится ли. Но марафон всегда, мы никогда не знаем точную сумму. Мы стремимся, чтобы она была больше. В прошлом году мы собрали по 100 тысяч. Это было здорово. Это год реабилитации для ребенка обычно. Это вот прям год занятий нормальных, хороших занятий. Ну, а когда не удается собрать ту самую сумму, которая необходима? Что делать тогда? Собирать пока не соберем. Вот она, мотивация. То есть добрые дела, они действительно мотивируют. Спасибо вам большое за такой интересный разговор. Скажите еще, где вас найти? Какой сайт, какой официальный телефон, контакты ваши? Телефон 8-963-738-7575. Поэтому телефону я с утра до утра можно по любому вопросу позвонить, и я все расскажу. То есть это есть на сайте у вас? Да, есть на сайте наши телефоны. И сайт берегнадежды.ру, так он и называется. Там очень много информации. Елена Радзавилюк, сегодня в студии Радио Балтик Плюс, исполнительный директор фонда «Берег надежды». Спасибо, что пришли, и удачного вам завершения этого года. Спасибо. Спасибо.